Всем привет, ребят! Меня зовут Денис, и я рад приветствовать каждому в своем первом видеоролике. Это YouTube-канал SOS для того, чтобы открыть свой проект, где я иду практически с нуля до открытия своего первого бизнеса. Желательно добиться этого до моего 18-летия. Но, к сожалению, этот ролик начнется не сначала, потому что я себя решил опробовать в новой нише, такие как айфоны, и не записал то, как я его покупал, поэтому будет запись только, как я его продаю. Уж извините за это. Также хочу рассказать о том, что до этого я занимался перепродажей одноразок, и у меня сформировался бюджет 17 тысяч рублей. Вот с него мы и начнем данную серию, после чего будем идти все выше и выше. Надеюсь, вам этот видеоролик зайдет, поэтому авансом ставьте лайк, подписывайтесь на канал, поддерживайте меня, это будет дикой для меня поддержка просто и хорошая мотивация. Пишите в комментариях, какие ошибки я допустил в данном видеоролике, что мне нужно исправить, или наоборот, у меня очень хорошо получается. Не буду больше вас томить, начинаем. Итак, написали мне по поводу вот этого айфончика 13-го, точнее, XR-чика в корпусе 13-го. Человек лежит в больнице, не может приехать, и попросил довезти, а я получу чисто мне 4 тысячи, если исполню все-таки этот заказ. Ну, надеюсь, он заберет, потому что он в идеальном состоянии, я не знаю, что может им не понравиться. Ну, не в идеальном, но в отличном, за свои деньги я продаю ниже рынка. Вот, поэтому надеемся, что он заберет, тем более я ему еще его и доставлю. Пришел я на место, сейчас человек сказал спуститься, вот она больница позади меня. Продал я, в общем, айфончик, скинул 500 рублей, они просили, но все равно неплохо, плюс 3500, это первая моя продажа, вообще, я считаю, отлично. Плюс еще сегодня отнес я куртку на авито-доставку, к сожалению, этого я не записал. А после продажи заходим на авито и находим вот такой вот сочненький вариант. Айфон XS на 256 гигабайт, в очень хорошем состоянии, так еще и живым АКБ и в комплекте коробочка. Ну и созвонишь с продавцом, выезжаю навстречу. И иду я покупать айфон вот в такую странную здесь стуку. Как не опасно, стоит фуры. Возможно, состояние айфона в объявлении писал, что все с ним отлично. Ну, я смотрев телефон 3 снаружи, понимаю, что это реально достойный вариант. И, конечно же, принимаю решение забрать телефон без торгов за 18 тысяч рублей. Айфончик за 18, он ни в какую не скидывал, но, в принципе, это хорошая цена. Он говорил, что ему просто не дуром писали, даже при мне звонили. Поэтому сейчас и едем домой, фоткаем и выставляем. И выставляем телефон ниже рынка за 21 тысячу. В описании указываем все плюсы и минусы данного телефона. Ну, а АИКС оказался очень ликвидный. И в этот же вечер мне написало 3 человека. С одним из них мы договорились тридцать на завтра на 6 часов. Всем доброе утро, это капец. Встаю с утра в колледж, одеваюсь, и вот такая вот погода. Это просто ужасно. Море почти не видно, все черное, горы не видно. Дождик идет. Ну, а сегодня должен человек еще приехать за айфоном, посмотреть. Надеюсь, он его купит. Не как в прошлом, просто скажет, что он крутой и все. Пожелайте мне удачи, потому что у меня сейчас иди в такую погоду, и я просто капец. А вам приятного аппетита, кто кушает. С добрым утром, кто так и встал. В общем, всем хорошего дня. Начинаем. Человек пришел за айфончиком, сейчас спускаюсь. И надеюсь, он его заберет. Вот так достирает, да, с него данные полностью. Но во время проверки возникла проблема. Телефон отказался выходить из айклауда. Но, как итог, проблему мы устранили, и человек забрал телефон. Пожелте меня поздравить, я на Айкосе дома. Айфончик продан за 21 плюс 3000 чистыми в наш бюджет. Человек вообще не торговался. Ну, я не буду много разговорствовать, поэтому идем дальше смотреть айфон и искать реально крутейшие варианты для перепродажи. А про курточку мы также не забываем, потому что через час должны встретиться человеком у торгового центра. Ох, что вот эту Айку сколько барашку забрать. Если я не ошибаюсь, по-моему, за 3700. Вот, поэтому не будем медлить, идем исполнять заказ. Короче, продал я сейчас курточку. К сожалению, я не записал этот момент, потому что у меня были все руки заняты. Но, в общем, я, вот он, скрин приложил, что мне перевели за курточку, все продал. И ходил читать город, там скидочки вообще. И взял вот такую-то книгу, мега-тренды. Прочитаю и скажу, блин, не упасть. Надеюсь, вообще офигенно будет. Очень долго выбирал, там столько книг было, это просто капец. Еле выбрал, реально, чуть не умер там. Съездив, погуляв по торговому центру и продав курточку, мы немножечко отдохнем. Но отдыхаем мы не просто так, а, конечно, заходим на Авито и смотрим варианты для перепродажи. И заходим мы не зря, ведь находим айфон XR за 19 тысяч на 64 гигабайта. Так еще и в идеальном состоянии и с полным комплектом. Созвонившись с продавцом, я торгуюсь до 17 тысяч. И, кстати, договорились мы на том, что он сам проведет мне айфон. Приехал продавец XR-чика, сейчас будем выходить на встречу. Думаю, заберем за 17 и выставим за 21, за 22 с торгом. Но, мне кажется, заберут, а что из этого выйдет, увидим дальше. Вообще, наверняка, никаких нет проблем? Нет, я вам, блядь, вчера купил вот этот 13-й, блядь. И что, как? Ракета. Ну да, такое, блядь. Ну, я пока еще не привыкну. Вот то и дело, конечно. Но, кстати, главное, что все было с XR-чиком отлично. Да. Так, ты сериал, я не перепродажу. Вот я и забрал XR-чик. Идеальное состояние, 64 гигабайта. Здесь у нас стоит, мне кажется, вообще сочная цена. Выставлю за 21, посмотрим. Сейчас пойду фоткать и покажу фотки. Мне кажется, продавца быстро улетит, прям реально. Ну и сразу, не отходя далеко от кассы. Нахожу iPhone 7 Plus на 128 гигабайт за 9 тысяч. Но у него проблемы с ЭКБ и с зарядкой, поэтому торгуюсь до 8 тысяч. Договоримся о встрече на завтрашний день. Я даже скинул залог, чтобы он никому его не отдал. Итак, я сходил немного подстригся и сейчас иду смотреть телефончик iPhone 7 Plus, который я вам показывал только что. Посмотрим, что у него там не работает, потому что человек пишет, что там проблемы со входом. Надеюсь, просто его нужно почистить. Посмотрим, торгуемся и, может быть, заберу, а может быть, нет. Потому что лот на самом деле неплохой. Но я настолько увлеченно рассматривал телефон, что даже забыл, что это нужно снимать. В итоге забрал с торгом за 6500. Забрал я iPhone, торговались до 6500 с 9 тысяч. Вообще офигенно, как по мне, цена очень, что еще продаю в регионе на 128 гигабайт. Как минимум, мне кажется, в минусе я точно не останусь. И думаю, продам. Не знаю, менять ли там АКБ, потому что он 75% складывается, в него стоит, не стоит. Но пока что выложу, наверное, как есть. Сейчас иду домой и красиво его отфоткаю. Чтобы не тратить время, фоткаем сразу два айфончика. И получаются просто вот такие космические фоточки. Ну, а первое, что мы выставляем, это iPhone 7 Plus. В описании прописываем все проблемы данного телефона. И выставляем цену в 8300 с возможностью поторговаться. Со вторым айфоном мы делаем то же самое. И расписываем состояние телефона в описании. И ставлю цену в 2500 с небольшим торгом. Ну, я, конечно, хоть и выставил айфончик, но я все равно пытаюсь его реабилитировать. В плане батареи она, точнее, разъема он отходит прям. Но это еще нормально, потому что до этого он еще сильнее отходил. Я, то есть, немного починил. И думаю, может, хоть как-то сделать, чтобы лучше держал и прибавлить цену хоть немножечком. Потому что хочется его дороже продать. Вот. Блин. Все, успокойся. Сейчас сидел, листал ленту Авито и позвонил мне человек. Говорит, сейчас подъеду через 15 минут посмотреть айфон плюс. Надеюсь, заберет без всяких торгов. Потому что торгашей хватило мне. Писали за 7500, за 7 готовы забрать. Но я хочу продать без торгов. Поэтому сейчас одеваемся и ждем, пока он подъедет. Спускаюсь создавать телефончик. Сейчас уже выхожу, посмотрим, что они скажут. Люди подъехали. Вы для себя берете или что-то починить? Ну, там буду. Сейчас зашел только домой. Все успешно продал. Пытались торговаться, но я категорически отказался. Вот перевод. Все отлично. Плюс 2000. Идем дальше. Ну, а на этой ноте, я думаю, стоит закончить первую серию по перепродажам айфонов. Надеюсь, вам все понравилось. Наконец, этого видеоролика наш бюджет составляет 12750 рублей. Плюс непроданный XR, который никак не продается. И материал уже на вторую серию отснят. Я его сейчас смонтирую. И там просто получился пушечный видеоролик. Я уверен, он вам понравится. Я там допустил столько глупых ошибок. Просто это капец. Я не знаю, я сам в шоке. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки. Дальше будет еще интереснее. С вами был Денис. Всем пока.